Антон Чехов А лет тринадцати качает колыбель, в которой лежит ребенок, и чуть слышно мурлычет. «Баю, баюшки, пою, а я песенку спою». Перед образом горит зеленая лампадка. Через всю комнату от угла до угла тянется веревка, на которой висят пеленки и большие черные панталоны. От лампадки ложится на потолок большое зеленое пятно, а пеленки и панталоны бросают длинные тени на печку, колыбель, на варьку. Когда лампадка начинает мигать, пятно и тени оживают и приходят в движение, как от ветра. Душно. Пахнет щами и сапожным товаром. Ребенок плачет. Он давно уже осип и изнемог от плача, но все еще кричит, и неизвестно, когда он уймется. А варьке хочется спать. Глаза ее слепаются, голову тянет вниз, шея болит. Она не может шевельнуть ни веками, ни губами. Ей кажется, что лицо ее высохло и одеревенело, что голова стала маленькой, как булавочная головка. «Баю, баюшки, баю», — мурлычет она, — «тебе кашки наварю». В печке кричит сверчок. В соседней комнате за дверью похрапывают хозяин и подмастерье Афанасий. Колыбель жалобно скрипит, сама варька мурлычет, и все-то сливается в ночную убаюкивающую музыку, которую так сладко слушать, когда ложишься в постель. Теперь же эта музыка только раздражает и гнетет, потому что она выгоняет в дремоту, а спать нельзя. Если варька, не дай бог, уснет, то хозяева прибьют ее. Лампадка мигает, зеленое пятно и тени приходят в движение, лезут в полуоткрытые неподвижные глаза варьки, и в ее наполовину уснувшему мозгу складываются в туманные грезы. Она видит темные облака, которые гоняются друг за другом по небу и кричат, как ребенок. Но вот подул ветер, пропали облака, и варька видит широкое шоссе, покрытое жидкою грязью. По шоссе тянутся обозы, плетутся люди с котомками на спинах, носятся взяты вперед какие-то тени. По обе стороны, сквозь холодный суровый туман, видны леса. Вдруг люди с котомками и тени падают на землю в жидкую грязь. «Зачем это?» — спрашивает варька. «Спать, спать!» — отвечают ей. И они засыпают крепко, спят сладко, а на телеграфных проволоках сидят вороны и сороки, кричат, как ребенок, и стараются разбудить их. «Баю, баюшки, баю, а я песенку спою!» — мурлычет варька и уже видит себя в темной душной избе. На полу ворочается ее покойный отец Ефим Степанов. Она не видит его, но слышит, как он катается от боли по полу и стонет. У него, как он говорит, разыгралась грыжа. Боль так сильна, что он не может выговорить ни одного слова и только втягивает в себя воздух и отбивает зубами барабанную дробь. «Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу». Мать Палагея побежала в усадьбу к господам сказать, что Ефим помирает. Она давно уже ушла, и пора бы ей вернуться. Варька лежит на печи, не спит и прислушивается к отцовскому бу-бу-бу. Но вот слышно, кто-то подъехал к избе. Это господа прислали молодого доктора, который приехал к ним из города в гости. Доктор входит в избу. Его не видно в потемках, но слышно, как он кашляет и щелкает дверью. «Засветите огонь», — говорит он. «Бу-бу-бу-бу», — отвечает Эфим. Палагея бросается к печке и начинает искать черепок со спичками. Проходит минута в молчании. Доктор, порывшись в карманах, зажигает свою спичку. «Сейчас, батюшка, сейчас», — говорит Палагея, бросается вон из избы и, немного погодя, возвращается с агарком. Щеки у Эфима розовые, глаза блестят и взгляд как-то особенно остр. Точно Эфим видит насквозь и избу, и доктора. «Ну что, что-то ты вздумал», — говорит доктор, нагибаясь к нему. «Эгэ, давно ли это у тебя?» «Чегос, помирать ваше благородие, пришло время. Не быть мне в живых. Полно вздор говорить. Вылечим. Это как вам угодно, ваше благородие. Благодарим, покорно. А только мы понимаем. Коли смерть пришла, что уж тут». Доктор с четверть часа возится с Эфимом, потом поднимается и говорит. «Я ничего не могу поделать. Тебе нужно в больницу ехать. Там тебе операцию сделают. Сейчас же поезжай. Непременно поезжай. Немножко поздно. В больнице все уже спят, но... Это ничего. Я тебе записочку дам. Слышишь? Батюшка, да на чем же он поедет, — говорит Пелагея. У нас нет лошади. Ничего, я попрошу господ, они дадут лошадь. Доктор уходит. Свеча тухнет и опять слышится. Бу-бу-бу. Спустя полчаса к избе кто-то подъезжает. Это господа прислали тележку, чтобы ехать в больницу. Эфим собирается и едет. Но вот наступает хорошее ясное утро. Пелагея нет дома. Она пошла в больницу узнать, что делается с Эфимом. Где-то плачет ребенок, и Варька слышит, как кто-то ее голосом поет. Баю-баюшки-баю, а я песенку спою. Возвращается Пелагея, накрестится и шепчет. Ночью вправили ему, а к утру Богу душу отдал. Царство небесное, вечный покой. Сказывают, поздно захватили. Надо было раньше. Варька идет в лес и плачет там. Но вдруг кто-то бьет ее по затылку с такой силой, что настукается лбом о березу. Она поднимает глаза и видит перед собой хозяина сапожника. — Ты что же, эта паршивая, — говорит он. Дети оплачут, а ты спишь? Он больно треплет ее за ухо. Она встряхивает головой, качает колыбель и мурлычет свою песню. Зеленое пятно и тени от панталона пеленок колеблются, мигают ей и скоро опять овладеют ее мозгом. Опять же она видит шоссе, покрытое жидкою грязью. Люди с котомками на спинах и тени разлеглись и крепко спят. Глядя на них, Варьке страстно хочется спать. Она легла бы с наслаждением, но мать Пелагея идет рядом и торопит ее. Обе они спешат в город наниматься. — Подай, милостынки Христа, ради! — просит мать у встречных. — Явите божескую милость, господа милосердные! — Подай сюда ребенка! — отвечает ей чей-то знакомый голос. — Подай сюда ребенка! — повторяет тот же голос, но уже сердитый резко. — Слышишь, подлая? — Варька вскакивает и, оглядевшись, понимает, в чем дело. Нет ни шоссе, ни Пелагеи, ни встречных, а стоит посреди комнатки одна только хозяйка, которая пришла покормить своего ребенка. Пока толстая, плечистая хозяйка кормит и унимает ребенка, Варька стоит, глядит на нее и ждет, когда она кончит. За окнами уже синеет воздух. Тени, зеленое пятно на потолке заметно бледнеют. Скоро утро. — Возьми, — говорит хозяйка, застегивая на груди сорочку. — Плачет. Должно сглазили. Варька берет ребенка, кладет его в колыбель и опять начинает качать. Зеленое пятно и тени мало-помалу исчезают, и уж некому лезть в его голову и туманить мозг. А спать хочется по-прежнему. Ужасно хочется. Варька кладет голову на край колыбели и качается всем туловищем, чтобы переселить сон, но глаза все-таки слипаются, и голова тяжела. — Варька, затопи печку! — раздается за дверью голос хозяина. — Значит, уже пора вставать и приниматься за работу. Варька оставляет колыбели и бежит в сарай за дровами. Она рада. Когда бегаешь и ходишь, спать уже не так хочется, как в сидячем положении. Она приносит дрова, топит печь и чувствует, как расправляется ее деревеневшее лицо и как проясняются мысли. — Варька, поставь самовар! — кричит хозяйка. Варька колет лучину, но едва успевает зажечь их и сунуть в самовар, как слышится новый приказ. — Варька, почисть хозяину калоши! Она садится на пол, чистит калоши и думает, что хорошо бы сунуть голову в большую, глубокую калошу и подремать в ней немножко. И вдруг калоша растет, пухнет, наполняет собой всю комнату. Варька роняет щетку, но тотчас же встряхивает головой, пучит глаза и старается глядеть так, чтобы предметы не росли и не двигались в ее глазах. — Варька, помой снаружи лестницу, а тот заказчиков совестно! Варька моет лестницу, собирает комнату, потом топит другую печь и бежит в лавочку. Работы много, нет ни одной минуты свободной. Но ничто так не тяжело, как стоять на одном месте перед кухонным столом и чистить картошку. Голову тянет к столу, картошка рябит в глазах, нож валится из рук, а возле ходит толстая, сердитая хозяйка с засученными рукавами и говорит так громко, что звенит в ушах. Мучительно также прислуживать за обедом, стирать, шить. Бывают минуты, когда хочется, ни на что не глядя, повалиться на пол и спать. День проходит. Глядя, как темнеют окна, Варька сжимает себе деревенеющие виски и улыбается, сама не зная, чего ради. Вечерняя мгла ласкает ее слепающиеся глаза и обещает ей скорый крепкий сон. Вечером к хозяевам приходят гости. — Варька, ставь самовар, — кричит хозяйка. Самовар у хозяев маленький, и прежде чем гостю напиваются чаю, приходится подогревать его раз пять. После чаю Варька стоит целый час на том месте, глядит на гостей и ждет приказаний. — Варька, сбегай, купи три бутылки пива. Она срывается с места и старается бежать быстрее, чтобы прогнать сон. — Варька, сбегай за водкой. — Варька, где штопор? — Варька, почисти рёдку. Но вот наконец гости ушли. Огни тушатся, хозяева ложатся спать. — Варька, покачай ребёнка! — раздаётся последний приказ. В печке кричит сверчок. Зелёное пятно на потолке, и тени от панталона пелёнок опять лезут в полуоткрытые глаза Варьки. Мигают и туманят ей голову. — Баю, баюшки, баю, — мурлычет она. — А я песенку пою. Ребёнок кричит и изнемогает от крика. Варька видит опять грязное шоссе, людей и скотомками, Пелагею, отца Ефима. Она всё понимает, всех узнаёт, но сквозь полусон она не может только никак понять той силы, которая сковывает её по рукам и по ногам, давит её и мешает ей жить. Она оглядывается, ищет эту силу, чтобы избавиться от неё, но не находит. Вениса, замучившись, она напрягает все свои силы и зрения, глядит вверх на мигающее зелёное пятно и, прислушавшись к крику, находит врага, мешающего ей жить. Этот враг — ребёнок. Она смеётся. И удивительно, как это она раньше не могла понять такого пустяка? Зелёное пятно, тени и сверчок тоже, кажется, смеются и удивляются. Зелёное представление овладевает Варькой. Она встаёт с табурета и, широко улыбаясь, не мигая глазами, прохаживаются по комнате. Ей приятно и щекотно от мысли, что она сейчас избавится от ребёнка, сковывающего её по рукам и ногам. Убить ребёнка, а потом спать, спать, спать. Смеясь, подмигивая и грозя зелёному пятну пальцами, Варька подкрадывается к колыбели и наклоняется к ребёнку. Задушив его, она быстро ложится на пол, смеётся от радости, что ей можно спать, и через минуту спит уже крепко, как мёртвая. Смеясь, подмигивая и гражданка. Смеясь, подмигивая и гражданка. Смеясь, подмигивая и гражданка.